Приветствую вас, дорогие друзья! Для всех любителей варваров-метателей у меня очень хорошие новости. Ваш персонаж стал значительно сильнее, и теперь не потребуются годы на поиск подходящего оружия для варвара-метателя. Можно значительно раньше сделать боеспособного персонажа, который вас очень порадует. Что же изменилось? Изменилась механика восполнения снарядов у варвара-метателя. Сейчас я покажу вам дротики, которые держу в руках. Они эфирные, их нельзя починить у кузнеца, и у них нет свойства автоматическое восполнение. Как вы видите, да, вот по-английски replenish quantity, восстановление количества. Нету здесь такого свойства, то есть я должен эти дротики тратить, когда я кидаю их в монстров, без шансов их восполнить. Запомните, на одном дротике 175 количество, на другом 159. Давайте немножечко постреляем в монстров. Вот я это делаю. Дротики тратятся. Ну, наверное, они тратятся, да? Однако не все так просто. Дело в том, что теперь мастерство метательного оружия позволяет варвару не только не тратить периодически дротики при бросках, но при критических попаданиях по монстрам происходит восполнение количества, то есть как бы варвар подходит к монстру и вытаскивает из него свой метательный прибор. Вот мы немножко постреляли, и теперь у меня на одном дротике 192 количество, на другом 170. То есть их стало больше, я их не только не потратил, я их восполнил. В принципе, ничего чудесного в снаряжении этого варвара, за исключением супер мощного оружия, нет. Здесь 20 очков вложено в двойной бросок, 20 очков его синерж и дабл свинг, и самое главное, 20 очков в мастерство метательного оружия. Еще плюс 10 мне добавляют вещи, которые я ношу. Нам необходимо достигнуть 30% шанса на критический удар и 70% шанса не потратить снаряды. С этого момента у нас амуниция тратиться не будет вообще, она у нас будет только увеличиваться. Благодаря этому больше нет такого геморроя, как то, что вы годами ищите дротики со свойствами эфирный, большой урон, автоматическое восполнение количества. Это больше не нужно. И даже свойства увеличения количества в пачке, вот этот вот increased stack size, тоже вам не нужно. Зачем увеличивать количество в пачке, если вы их не тратите? Получается, требования варваров-метателей к оружию радикально снижаются. Это необходимо, поскольку рунные слова собирать в метательном оружии нельзя. В принципе, в метательном не бывает никаких технологических отверстий для установки рун, джевелоп или чего-то подобного. Соответственно, варвары-метатели, они, как правило, пользуются уникальным оружием. Уникальное оружие в игре очень-очень слабое. Вот это лучшее метательное оружие из существующего. Варшрайк и Лацератор эфирные. И вот с ними варвар, который 500 очков вложил в ловкость, имеет всего лишь 3-4 тысячи урона. Но если мы выйдем на Ривер оф Лейвен, на нас начнут действовать ауры наемника, будет, конечно, чуть побольше. Да, 3,5-4,5 тысячи урона. Но это не сравнить с уроном, скажем, начинающего варвара-берсерка или варлвиндера, который взял какое-нибудь дешевое рунное слово ОАФ в руки и уже имеет больше судара. Вот. Из-за этого, конечно, варвар-метатель всегда был аутсайдером среди варваров. И всегда ему приходилось искать редкое оружие. Как же можно получить вот такое редкое оружие, которое, как вы видите, дает колоссальнейший урон, намного больше, чем оружие уникальное? Есть несколько способов. Мы рассмотрим все. Начнем с самого очевидного. Это квест у Чарси. Каждый персонаж, когда проходит полностью игру, он получает 3 квеста Чарси на трех уровнях сложности. Это Хелл, Найтмар и Норма. Там абсолютно одинаковая награда. Это имбьюинг, то есть превращение обычной вещи в магическую. Вам нужно сырье. Вот образец хорошего сырья. Это элитный эфирный дротик, найденный на Хелле, да в принципе в любой локации, поскольку при имбьюинге учитывается не уровень предмета, а уровень вашего персонажа. Следовательно, ваш варвар должен быть как можно более высокого уровня. Что нас интересует в дротике? Во-первых, максимальный урон, то есть свойство Enhanced Damage должно заролиться на 200 как минимум процентов. В игре существует два вида аффиксов, которые дают свойства Enhanced Damage. Один из них разгоняется до 300%, второй до 100%. Они могут накладываться друг на друга, и того будет 400% Enhanced Damage. Это возможно, просто очень маловероятно. Чем выше уровень предмета, тем выше шанс, что на нем будут высокоуровневые аффиксы с хорошим роллом. Но в принципе предметы, начиная с 56 уровня, уже могут иметь все необходимое нам. То есть увеличенный урон, Enhanced Damage, увеличенная скорость, Increased Attack Speed, Fools Mod, это вот бонус кота к рейтингу от уровня персонажа. Вот все это, начиная с 56 уровня предмета, может быть на метательном оружии. Но, естественно, шанс крайне мал, что метательный дротик 56 уровня, найденный где-то в конце Найтмара, будет иметь вот какие-то подобные потрясающие показатели. Если вещь относится не к элитному классу, это у нас элитные дротики, ее можно отапгрейдить в кубе по рецепту Lume, Pool, Perfect Emerald. То есть, если вам не нравится база, оружие это не проблема. Главное, чтобы аффиксы были хорошие, а базу вы потом можете поменять, если мы говорим про редкий предмет. Так вот, как редкий предмет получить? Вы находите хорошую базу, приносите к чарсе и используете имбьюинг. Я советую не делать это до тех пор, пока ваш варвар не достигнет, ну, хотя бы 85 уровня. В идеале, конечно, там, уровня 90 и выше. Вы принесли, заимкивили вещь, и она превращается в редкую. Но тут, к сожалению, не получилось. Дротик оказался совершенно бесполезным. Опробуем те же самые квесты на уровнях сложности Найтмар и Норма. И мы подходим к чарсе на Найтмаре. Даем ей следующий дротик. Что у нас получается? Ну, в принципе, тоже особо ничего интересного. Вот чарси на Норме. Наш последний дротик. И... Ну, вот этот вариант, кстати, оказался самый лучший на Норме. Здесь хотя бы Энхэнс Дэмэдж на 120% выпало. Но все равно ни один из этих дротик не годится для использования варвара. Если вы не удовлетворены результатом имбьюинга, вы можете воспользоваться рецептом реролла. Чтобы зареролить редкий предмет, вы кладете его в куб вместе с шестью перфектными черепами. И нажимаете на кнопку «Сварить». Основная проблема здесь заключается в том, что, во-первых, в большинстве случаев предмет теряет свойство эфирный, а вместе с ним и огромное количество урона. И, кроме того, предмет уменьшает свой текущий уровень. Формула, по которой рассчитывается уровень предмета, следующая. Уровень вашего персонажа, умноженный на 0,4, плюс уровень предмета, умноженный на 0,4. Варвар, который варит у нас 92 уровня. Предмет, который мы используем, 85 уровня. Соответственно, уровень предмета снижается больше, чем на десятку в ходе варки. Правильно? Но, тем не менее, все равно получается достаточно качественный редкий предмет, который можно сварить повторно. И уровень снова упадет. Вместе с уровнем упадет и шанс на хорошие аффиксы. Но, тем не менее, если у вас нет другого сырья, а очень хочется получить достойное метательное оружие, вы можете продолжать варить его до тех пор, пока что-нибудь путное не выйдет. Но, к сожалению, свойство эфирный предмет теряет при первой же варке, и впоследствии вам будет очень сложно его добиться. Вот. То есть, получается, у нас все-таки рары, которые не годятся для употребления в пищу, скажем так. Вот. Но здесь все зависит от количества попыток, от количества черепов, которые вы готовы потратить на варку. Рано или поздно что-то хорошее может получиться, но желательно использовать, конечно, разное сырье. То есть, один дротик не варить более одного раза, поскольку уровень предмета будет падать. И после, там, трех варок уровень предмета будет 60-й примерно. Примерно 60-й с чем-то. Вот. И там уже шансы на хорошие аффиксы будут относительно низкие. Но помимо имбьюинга и варки в кубе с перфектными черепами, есть и третий способ получения метательного оружия, пожалуй, самый очевидный и надежный. Это гэмблинг. Есть одна, конечно, проблемка у этого способа. В гэмбле не бывает эфирных предметов. Вот. Поскольку эфирность добавляет плюс 50% к базовому урону вашего дротика, то, к сожалению, чтобы эфирный дротик конкурировал с неэфирным, у неэфирного должно быть в полтора раза больше параметра Enhanced Damage. Вот. Что, конечно, редко бывает. Вот вы находите абсолютно любой дротик, да, любой модели, и начинаете их гэмблить. Вам нужно получить желтый предмет с устраивающими вас аффиксами. База предмета совершенно не важна. Вот эту, например, Спикулум. Спикулум относится к Найтмарному классу, то есть это Exceptional предмет. А вот это у нас Глейви. Глейви — это Normal класс, Weapon. Вот. Мы можем и нормальную, и Exceptional вещь перевести в элитный класс. То есть сделать элитный дротик с хельной базой и высоким уроном. Но для этого он обязательно должен быть желтым. С синими дротиками мы ничего путного сделать не можем. Поэтому придется провести какое-то время в гэмбле, потратить, может быть, несколько миллионов золота, пока вы не получите подходящий предмет, который вас устроит. Ну, хотя бы немножечко. Ну, вот пример желтого дротика, который относится к нормальному классу. Вы можете просто взять, положить его в хородрический куб, с двумя рунами и перфектным камушком сварить, получить сначала Найтмарную версию, и потом эту Найтмарную версию проапгрейдить по рецепту и превратить в элитную версию. Но для того, чтобы был какой-то смысл использовать такое метательное оружие, на нем должен быть параметр Enhanced Damage под три сотни. Желательно что-то еще, например, скорость, свойства плюс максимум дэмэдж, бонусы к рейтингу атаки. И в этом случае вы получаете достойную замену уникальному оружию. Если же у вас нет возможности, времени, сил, желания заниматься гэмблом, имбуингом у Чарси, рероллом в кубе и прочими манипуляциями, вы просто покупаете Лацератор и Воршрайк у других игроков. Это уникальное оружие, у него стабильные относительно показатели. Берете в руки, и этого уже достаточно для того, чтобы любую локацию на Хэле успешно зачистить. Понятно, что урон у вас не будет какой-то супер впечатляющий, гигантский, но варвар будет по меньшей мере играбельным. А если вы хотите довести вашего персонажа до совершенства, то неизбежно вам придется пользоваться манипуляциями, о которых я вам рассказал. Ну и кроме того, можно просто собрать вашего варвара с высокими показателями Magic Find, там сотни под три, и бегать в локации 85 уровня, убивая целенаправленно чемпионов и уникальных монстров. Поскольку именно в локациях 85 уровня из чемпионов и уникальных монстров вы будете иметь самый лучший шанс получения редких предметов. Я советую подбирать абсолютно все желтые дротики, все типы метательного оружия, все распознавать и внимательно осматривать. Потому что даже если база предмета вас не устраивает, желтого, вы можете ее улучшить и получить оружие с достойным уроном. Главное, чтобы на нем были нужные вам аффиксы, а именно это параметр Enhanced Damage, большой, бонусы к рейтингу атаки, бонусы к скорости. Но самое главное, это, конечно, урон. Есть урон, можно разговаривать о применении оружия. Нет урона, разговаривать не о чем. Потому что со скоростью тоже вы можете кое-что сделать. Да, если у вас медленное оружие, но сильное, можно разгоняться при помощи навыка Френзи, а потом его достаточно быстро бросать во врагов. Потому что Френзи дает бонус скорости атаки, который сохраняется в течение нескольких секунд и распространяется на прочие навыки. Например, на двойной бросок. А для того, чтобы бонус от Френзи был более продолжительным, вы можете вложить навыки в параметр Enchrist Stamina. Да, вот я прокачал улучшение выносливости на 13 очков. Я сделал это потому, что навык Френзи имеет синергию с Enchrist Stamina. 4 десятых секунды продолжительности бонуса Френзи прибавляется за каждое очко в навык Enchrist Stamina. Таким образом, я смог развить свой бонус Френзи до 11 секунд. В течение 11 секунд после того, как я постукал какого-нибудь монстра, я могу быстро бросать метательное оружие, что является очень неплохим подспорьем для варвара-метателя. Возьмите себе тоже этот фокус на заметку. В целом, пожалуй, это все. Я желаю вам успехов на просторах Санктуария. Играйте интересными вам персонажами, получайте удовольствие. Надеюсь, варвар-метатель кому-то из вас приглянется. До встречи!